вот так и живем друзья на смену коню железному который разбит приходят два других коня сейчас достали их надо помыть готовим их к полному т.о. тут много надо ремонтировать и у одного и у второго велосипеда вызвали человека он подъедет на газели заберет на полное т.о. два велосипеда нам везти не на чем потому что передвигаться друзья хоть как то надо на ту же почту в тот же магазин если ходить везде все время пешком то это сколько времени на это все будет уходить это просто огромное количество времени уже вчера нужно было поехать кран купить все пешочком или саша возьми велосипед над ни один не работает ну значит надо оба над его отдавать не знаю в какую копейку еще тут влетим потому что здесь надо действительно тут они же скоростные велосипедов тут вообще горный велосипед и этот скоростной и сами мы его отремонтировать не можем там что-то с переключением скоростей случилось короче колес они не крутятся не работают надо привести их в порядок другого варианта нет пересаживаемся на легкий вид транспорта сегодня уже в гараже стою сегодня уже правильные документы все по аварии страховую компанию теперь будем ждать когда вообще там там полная жизнь теперь будем ждать когда специалист осмотрит все главное мы переживаем лишь бы не коробка передач потому что привод то привязан коробки напрямую без подъемника там не ничего не видно какие там повреждения что-то подкапывает откуда подкапывает хрен его маму знает как надолго мы без лошади остались это вообще неизвестно сплошные расстройства нас друзья сады зацвели красота ароматы стоят обычно когда цветут сады ой здесь пчел полно мне здесь нельзя находиться обычно когда цветут сады у нас идут дожди но месяц народился такой что скорее всего их не будет господи хотите хоть бы чуть-чуть вишенки бы взять но в единственное деревце у нас там осталось у соседки тоже все в цвету абрикос уже отцветает нас не с папой по городу ездили колбаску покупала сыну собираюсь в ростов ехать в ближайшее время пашки уже тетя валит цветут красиво знаете хоть какие-то плодовые остались это хорошо прям замечательно у меня черешня еще не зацвела сюда не будет видно наверно сейчас нас бескалить бесконечный полив идет этого газона вчера залили сегодня сейчас потихонечку включила пусть поливается вот черешенка моя еще видите еще не зацвела она у меня не ранее ранее уже цветет у тетя валя цветет а у нас еще пока нет хоть бы черешенка была в прошлом году не было черешни вообще кто это тут пришел привет мой дорогой сыночек это 1 завязь уже почти и ладно у нас друзья выходные пришли мы вот с громом заперты в беседке саша поставил мангал сейчас грудку пожарим на решетке вот и нам привезли материал сайдинг для ремонта беседки саша помогает слава богу что весь материал пришел вроде как обещают кто залез лапами сюда ну-ка на место ну-ка быстро вот вроде как с понедельника должны приступить к работе вот я конечно рада жду этого момента дай бог чтоб погода позволила но вроде как дожди только на понедельник дождь предвидится в понедельник у мамы день рождения саша опять на мангал станет вот вот и черешенка друзья зацвела ночь прошла и уже все в цвету здесь пчел немеренно один раз в год сады цветут весну любви один раз ждут всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас один лишь раз один лишь раз друзья мы заказали бролеров домашних нам привезли обалденные это такие слоняры мои дорогие это слоняры от трех с половиной килограмм до 4 вот 10 штук нам привезли еще десяток мы заказали на завтра послезавтра забью горит и привезу но обалденные они такие вот прям ароматные пахнут и цена дает по 270 рублей за килограмм или ну это грех не взять просто грех такую красавицу не взять и они ну хорошие прям замечательные бродеры друзья мчу на коррекцию ногтей хоть и неприятности выше крыши уход за собой никто не отменял правда ведь а нас навалилось все до кучи мне если честно вообще не некогда работать одно дело не когда я имею ввиду вязать довести свой блок а другое дело у меня совершенно нет на это никакого настроения мы только и делаем последнее время что мы куда-то передвигаемся с сашей причем передвигаемся в разные стороны потому что на такси не накатаешься внутри городского транспорта у нас нет у нас даже хлеб купить рядышком негде нам приходится идти в центр и вот у нас маршруты в разное направление чтобы сократить время путешествий своих это момент номер один момент номер два это такой геморрой с машиной я вам передать не могу друзья прошу прощения что я в очках потому что солнце очень яркое значит проблема стала в том что позвонил оценщик и говорит везите машину в волгодонск соответственно другой город будем разбирать будем выявлять скрытые дефекты там и так далее в своем уме у меня машина не на ходу я вы хотите чтобы я вам ее привезла эвакуатором а потом эвакуатором обратно кто мне это будет возмещать там цены на этот эвакуатор сумасшедшие он разбирать будете разбирать сами мы сами разбирать не будем мы не мастера у нас нет инструмента не подъемника ничего как а что вы у меня а что вы мне предлагаете а вы мне что предлагаете ваша задача оценить оценяйте вас же визуальный осмотр не устроит я конечно нет у меня удар в колесо и вы прекрасно знаете что это может быть какие могут быть последствия короче ли рядили рядили мы с ним что делать в этом случае он горит я привезу вам мастера только это будет платная услуга потому что местных мастеров мы обзвонили всех и все сказали на коленках стоять не будем сейчас стоит еще один вопрос у нас авто техцентром здесь землянский потому что дастера вообще на ремонт не хотят брать потому что машина большая и в основном у нас кто ремонтирует нас ремонтируют и пешники мелкие седаны без проблем кроссовер он не поместится то есть в бокс на подъемник поднимается он не помещается вот так вот и они говорят приехать к вам в дому не приедем на коленках разбирать мы не будем нам оно не надо в общем привезет оценщик своего мастера мы будем ему платить сколько не знаю чтобы хотя бы как-то раскидать машину и можно было хотя бы какие-то скрытые дефекты обнаружить потому что там ходовая здравствуйте вот короче говоря это второй момент до подготовки нам перечень документов побежали саша делать копии документов все пешочком нас велосипеды продолжают быть на то короче у нас в возни с этой с этим совсем с машиной очень много в пятницу приедет оценщик я не знаю когда выйдет это видео приедет оценщик и что будет неизвестно если я еще этот блок не доснимаю значит в этот лох какие-то результаты вам скажу а мне в четверг ехать в ростов у нас даже прямые маршрутки не ходят вы знаете да прямой прямой маршрутки от нашего города до ростова нет то есть мне надо ехать на волгодонск с волгодонска на ростов естественно я повезу сумку харчей ребенку у меня там будет встречать мы с ним будем полностью передвигаться потому что навигаторы там не работают в центре он поехал девочки компьютер там посмотреть попросили его ноутбук бэушный он поехал от мамы я заблудился в центре ведь стоят глушилки навигаторы не работают почему там петлял петлял это и мама я понял где я ну прекрасно давай домой вот и он меня будет встречать он мало-мальски ориентируется в ростове я не ориентируюсь совсем и меня даже когда навигатор перед глазами я не смогу по нему ходить потому что я не понимаю вот и получается вернусь я с ростова ночью с четверга на пятницу вот такие вот дела друзья тут вчера начался ремонт беседки пришли там короче когда мы мастеров искали там мы договариваемся как прораб или не прораб кто он там хозяин у него две бригады вот он нам прислал одну бригаду самого хозяина вчера не было прислал двух человек 17 утра приехали они в 28 он просто не стоял на ногах просто не стоял работа на лесах он такой бухой был я саша я ничего не поняла говорит а что такое вообще происходит он сейчас говорю на леса залезет свернет себе шею упадет с них мы работаем без договора нас после до последственному комитету затягают зачем мне нужен здесь такой в итоге он пошел сходил соседний магазин хлеба купить негде а пиво с водкой есть купил банку пиво себе выпил ее посидел потом посидел еще два-три часа а второй мужик работал сам но и ваш понимаете да что такое работать самому делают подшивные на они подшивны короба на беседке это тысячу раз поскочить туда обратно отмерь отрежь обрежь опять вернись подкрути и так далее у меня леса в аренде 500 рублей сутки скорость работы одному или скорость работы бригады ну хотя бы вдвоем это совершенно разные вещи в общем этот сидел сидел 2 через два часа два-три часа может быть прошло так где-то он слинял в неизвестном направлении и второй остался работать один естественно он сделал там вчера две стороны этот нарисовался часа в три дня в очках как у терминатора ягод у вас тут работал сегодня я говорю здесь присутствовали я соглашусь но вы здесь не работали на мне сумку забрать забирай там работает человек как работает орех как только вы бухаете горю остальные работают вот но он решил ему помочь продолжая быть в нетрезвом виде ну и как знаете как это бабушки не хотим он упал с лесов благо высота была небольшая то есть они будут нам еще подшивные делать у меня 9 метров высота крыши конька и вчера они до нее естественно не дошли они начали с беседки но то сколько там получается ну два метра до высота допустим вот он с этих лесов шваркнулся если бы он был трезвый я думаю он бы переломался потому что он в полете еще долбанулся головой об беседку я говорю на его счастье что он упал просто между двумя кустами роз а не на розы не было бы все равно что снимать вчера нервы вытрепал он достал мою соседку тетя валя там убирает во дворе у нее много тюльпанов цветет я у жены в косяках дайте мне тюльпанов пока я не вмешался рисует работать пришел или соседями с моими трендеть давай вперед соседки отстал тетя валя никаких тюльпанов не давать ну пьяная морда просто и все короче меня вчера так адреналин разбивал друзья я вам передать не могу а саша уехал саши не было он с братом уехал по делам и все это осталось на естественно я сидела это бесконечно контролировала поливала в газонку который у меня никак не вылезет и чтобы они у меня были под присмотром только то что они меня посидят и не поработают пока у меня леса в аренде находятся я плачу за каждые сутки правильно я не могу меня все это вот просто вот комом вот просто снежным комом не знаю это просто а я бегу на коррекцию я вам говорила да я говорила с этого начала вот еще до парикмахера дать это совсем было бы замечательно но может быть к концу недели я туда попаду не будем загадывать дай бог вот сейчас я короче корректируюсь потом мне надо зайти в магазин купить хлеба потом мне надо зайти вздек и потом мне надо прийти домой вот потом саша пойдет по делам а я останусь этими мастерами у меня есть по вязанию 1 готовая работа я не знаю может быть вы ее увидите до выхода этого видео понятия не имею потому что я по нему ничего не снимала и снимать не могу меня нет фотосессии а у нас как видите жарко я иду в футболке у меня кардиган готов вот и идти на фотосессию пешочком с этим кардиганом малоприятного донести его в руках чтобы он не помялся да вот поэтому не знаю когда вы увидите это и больше я не ничего не вязала я ничего не начинала мне просто физически некогда ну а когда у меня появляется вечернее время свободное время я я ничего не хочу уже так что друзья терпите меня во влогах друзья полным ходом идут работы с этой бригадой мы сегодня будем прощаться его они уедут я вам расскажу по какой причине делают сейчас подширные на крыше с той стороны уже сделали с лицевой с фасадной у них остались здесь уголочки по беседке короба готовы начали делать сайдинг сайдинг смотрится конечно хорошо вот мы с сашей сами демонтировали сегодня окна я говорю давай чем ждем саши так надо степлер взять привинтить эту муха прыгнула у меня за чем-то за гонялась и оборвала у меня москитку вот в общем у них осталось здесь принципе фасадная сторона та сторона с окнами и здесь уже стена сделана остались только уголочки вот здесь стена полностью готова здесь сзади у меня видите что творится по всему двору ремонт вот здесь водосточка мы поставили водосточку и вот тоже стена не до конца сделана здесь будут углы это мы уже будем делать сами углы подоконники это мы все будем заделывать сами мы переругались пух и прах вчера их прорабом это наемные работники у этого прораба вот а я сегодня сейчас покажу чем занималась эти окошки стирали мы керхером их я потом их муту этим замши вытерла и все равно мы не победили мы уже какими только средствами не пользовались эти вот участки вот они вам наверно не видно или видно вот они видите это липкая лента от мух приклеилась к ним в первый год ветром долопание и вот это вот короче несколько лент висели и на нескольких окнах они прилипли и все я этот клей никакими судьбами убрать не могу они уже почти сухие как мы будем монтировать обратно я не знаю потом вообще должны были эти работники делать но так как мы с ними переругались в пух и прах и мы сегодня с ними прощаемся то все будем доделывать сами ну я вам так скажу пока кратко да переругались из-за денежных сумм которые нам насчитали нереальные ну в общем друзья мы попрощались с нашей бригадой работников они сделали все что могли наверное короче как мы на них попали я вообще не понимаю это непередаваемо бабочка бабочка в камеру хотела прилететь это просто непередаваемые работники то что там первый день пришел один из них пьяный я вам уже рассказывала соответственно они практически не работали у меня леса в аренде я за каждый день я плачу 500 рублей в итоге у меня леса простояли шесть дней я заплатила за четыре потому что один из четыре из этих дней был простой по нашей вине так бы я заплатила за три я значит изначально когда саша нашел этого бригадира мы не знали что вообще это бригадир мы просто договаривались человеком да я работаю у меня бригада там туда-сюда оказывается это короче человек на которого работают люди он им платит две тысячи сутки одному а второму полторы а сам нос сюда не казал вообще они мне сайдинг разбирали переделывали мы потратили кучу нервов и когда сумму оговаривали изначально за работу да он говорит ну по от материала сколько стоит материал столько я и возьму и тут началось значит каждый день он привозил нам какие-то чеки помимо того что все основное было закуплено до сайдинге там на короба металл был закуплен все было закуплено он начал привозить чеки в итоге по чекам мы считаем когда мы уже понимаем что мы та сумма на которую мы рассчитывали мы уже в нее не укладываемся и уже сверху я кида думала тысяч 10 потянет там углы углов как видите у меня еще не час поближе подойду покажу углы подоконники это сверху язык закладывала 10 тысяч на это уже и этой суммы нет я гриш я не поняла горячим мы будем расплачиваться куда уходят деньги на донат много чеки какие-то привозят я ну-ка давай проверять сели мы значит проверять эти чеки ребят ну знаете по всем чекам он купил на вот эти работы 25 кругов на болгарку для того чтобы резать металл 25 кругов это можно было я не знаю порезать все что угодно потом значит шлифовальный диск абсолютно новый лежит 12 сверел по металлу он даже они даже не сверлили здесь ничего вот что короче там и доставки мало то что в чеках доставки он еще и привозил мы еще платили доставки и в итоге это было бесконечно мы так стоп начали обзванивать рынок кто почем делает кто сайдинг почем делает кто этот короба вот эти погонные метры водосточка там я вам показывала по водосточку нет по моему показывала уже не помню вот водосточка почем в общем мы это все квадратуру перемирили мы потому что он и квадратуру завысил на 4 квадрата и в итоге мы должны были ему заплатить по его расценкам 58000 за все работы но 14 только вот подшивные из них а все остальное значит 50 в итоге по 58 тысяч чуть-чуть так говорю какие-то нереальные цены обзвонили мы с сашей значит несколько разных вообще по разным номерам звонили просто узнавали цены перемирили площадь пересчитали ребята а у нас получается работы 30000 он короче вдвойне решил взять деньги работникам из них он бы заплатил 19 потому что мы ее это посчитали в итоге я значит ему говорю или мы тебе платим по рыночным или я сейчас расплачиваясь с твоими ребятами которые здесь делают самостоятельно от вы не с ними договаривались они работают на моих материалах на моих лесах и они работают на моих лесах они в аренде они работают на моих материалах это все нами было куплено поэтому говорю во вы чё их инструментом обеспечить и обеспечим у нас есть все у нас есть и болгарки у нас есть и сверла и шуруповерты у нас есть все его аж перетрясло перекосило просто вот вообще вот он все читайте как хотите в итоге он вчера даже не явился чтобы забрать свои инструменты вот они как поработали вот так все побросали вот здесь они его лестницы стоят там леса разобранные никто ничего не забирает полная беседка у меня их инструмента вот ну и мы сашей написали ему что товарищ мы оплатили работникам вашим 30 тысяч приезжайте забирайте свои материалы мы вам за леса платим 2 все и до свидания вот так вот мы чуть не попали ну в итоге вот мы демонтировали сами окна потому что еще и окна они были должны должны были демонтировать и вновь по новой монтировать или саша ничего говорю справимся сами тут а вот мы вчера понавесили их с сашей вот а сегодня уже было поздно темно а сегодня саня крепежи по низу ставят и вот видите остались получается углы вот отделать вот здесь углы потом короче сайдинг да они заподлицо сделали с подоконником и риса зачем нам подоконники надо купить это согнуть углы металлические знаете да как 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 плинтус как карниса так вот уголками внутренним внешними пройти наружными и то же самое по двери сделать вот и здесь все это закроется то же самое по уголкам и будет говорю у нас красиво чё говорю не справимся что слав здорово себя справимся конечно гром уйди пожалуйста из моих роз вот и меня прям нервируешь огром уходи пожалуйста из роз уйди что ты на меня выйди из роз пожалуйста в общем нервов нервов нам попили эти товарищи просто невероятное количество невероятное друзья ну сейчас анечка навесит у меня это все дело и мы у нас через не сдуло ветрище такой сквозняк в беседке это надо ставить окна иначе говорю у нас сдует вся пылюка все это в беседке дра или вчера как могли вот такие вот дела друзья запрягла друзья коней жду сашу с работы пришла москитная сетка на вб еще мы там фонари и уличные заказывали подсветку которая в грунт вставляется но потом покажу надо и съездить забрать а я одна но мне неудобно у меня даже рюкзака нету игри поехали вместе рюкзак на спину и в магазин надо заехать каких-то продуктов подкупить вообще вообще невозможно без машины у нас же здесь у нас же здесь нигде ничего нет магазинов кроме к.б. красная белая где продается алкоголь больше ничего даже хлеба купить негде и вот это вот слава богу хоть отремонтировали этих коней хоть на этих будем передвигаться тебе нравится саш чё тебе не нравится такая у тебя ручки бери раз 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 подергал и хорошо да я ж пока временно воткнула над розочками постоянно воткнула светильники светодиодные друзья которые заряжаются только от солнца я думаю я для вас америку не открываю но фикс прайсе на хабрать не стали потому что они говорят очень нехорошие из фикс прайса они быстро ломаются а мы такие у подруги увидели у моей нога тоже год сколько лет у юльки она нам ссылочку переслала свайлберис мы заказали светят конечно они здоровски сейчас я выключу свет беседки а то вечно свет выключишь у мамы там еще хотя бы пока свет горит она тоже выключает и у нас в кухне и горит и выходишь из беседки как слепой крот и ничего не видно куда идти то хоть ориентиры будут стоять и будет нормалек мне нравится вот здесь когда розочки разрастутся у меня не хочет фокусироваться телефон розочки разрастутся мне кажется будет такая подсветочка будет красиво посмотрите на дурынду слава помедленнее я не могу поймать нет вы просто посмотрите на эту дурынду слава купила лазерный фонарик а он гоняется за этим огоньком но сюда его давай чем потерял что ли огонек потерял сюда сюда огонек веди веди сюда огонек учета отвлекло лялька лялька не надо мне под ноги не поймал опять не поймал затормози затормози боже мой боже мой но дурында друзья вы видали ты смотри с беляшом дома будешь играть чтобы мне стены не пооборвал это сейчас я представляю меня дома пернатые коты весь пух выпустят непонятно кто кому из вас веселее ему ли тебе и не дай бог же на розы не дай бог же ты понимаешь кошмар кошмар чем бы дитя не тешилось очень быстро ты очень бы ты загонял его слав останови останови что он будет делать поймал кусает кусает дурында вообще бестолковый смотрю друзья кто-то жрет мои розочки видите я посмотрела все нигде не видать нет ли ничего но явно кто-то их ест прям нещадно такое впечатление как будто гусеница ни улитки нету ничего нет такого и причем все кустики последний кустик мне таки обломали горе строители два выгонка мне сломали один остался малюсенький но я сейчас поехала поехала с папой вот и набрала круче обработала вот таким вот актеликом на 2 литра развела у меня там еще немножечко осталось я сейчас на другие растения его пущу сказали очень эффективный от всякой дряни жуки клещик гусеницы тли белокрылки другие вредители мне посоветовали взять вот такую подкормку шикарная роза очень хорошо отзывались о ней причем даже люди которые стояли в очереди тут большая упаковка вот я отдала 450 рублей на 1 килограмм 200 грамм и дважды в год то есть сейчас надо будет с грунтом смешать но я не совсем сейчас то будет я недавно поливала розы еще пока рановато перед поливом смешаю с грунтом полью эту потом только через три месяца то же самое надо сделать но здесь надолго хватит такие гранулы долго работает тут приготовила тоже взяла грунт надо пересадить домашние комнатные цветы по выносить их уже в беседку это я пока пользуюсь случаем пока с папой на машине на велосипеде и в руках я конечно все это не упру куча сегодня дел у меня друзья мне еще кушать приготовить надо сейчас я до выливаю вот это вот дело то я наверно даже комнатные обработаю потому что они сейчас будут стоять у меня на улице все равно будет ретля и клещ все до кучи будет на них лезть вот друзья основную часть дел сделала пересадила цветочки некоторые рассадила земли не хватило с огорода взяла все у меня все всегда как обычно черва козырь ну надеюсь что вот эти вот примутся потом я даже не знаю какие цвета у меня вот один этот вот наладом дышит он весь уже не как пущие уже десять раз его пыталась посадить почему-то он не принимается но вот еще два штучки воткнула это у меня гирошки все больше ничего у меня меня больше здесь ничего не живет потому что все засыхает с нашим с нашей жарой и что хочешь то и дело а это слова сажал в прошлом году помните огонек вот он только-только начал плодоносить сам роз а плодов не было и цвел всю всю зиму цвел на подоконнике у меня стоял а сейчас прямо много плодов огонька что я с ним буду делать я не знаю мы острый перец как таковой не едим но может быть куда-нибудь в купорку засуну не пропадет так друзья я тут вся в мыле ой 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 у меня борщ у меня борщ тут доваривается кипятин надо прикрутить все сегодня купила этот молодую капусту она конечно немножечко дороговато еще пока 60 рублей килограмм я один вилок взяла и мне ее хватило вот борщ сварить все уже готов для выключать хорошего я люблю когда больше не такой наваристый и когда ложка в нем стоит все выключаю закрываем вот и на салатик еще даже осталось сейчас готовимся к ужину запекла форель фаршированная грибами и овощами а это стейки тоже из форели с сырным сырной начинкой это я одни сама фаршировала это готовая продается сразу продается в пакете для запекания в духовку не размораживая ничего 40 минут горбуша целиком и 15 минут стейки и вот салатик приготовила тоже свежая капуста огурчик перчик редисочка в общем все чтобы она ходила в этом в холодильнике единственное что у меня еще были открыты и маринованные огурцы я сюда еще для вкуса пару маринованных огурчиков добавила уксус масло соль перец черный и немножечко сахара для усилителя вкуса и все сейчас мы будем ужинать у саши тут немножко картошки по-деревенски я не хочу картошку фу друзья устала мне вязать никогда совсем